Ха-ха-ха! Вот и я, дорогая! Привет! Сейчас... Опа! Ну, выглядишь ты, моя кранечка, просто... Малышка, я тебя просил надеть это платье, и ты надел его. Надеюсь, подготовила бутербродики. Шампусик будет в холодильнике. Буквально через 10 минут Александр Семенович его привезет на моем... В чем все верно? Май-пэ-хэ. Видишь эти цветы? Это для тебя! Для тебя, моя дорогая! Как же я тебя люблю! Ты даже не представляешь! Вот знаешь, все чувства в мире, которые можно собрать в одном человеке, они находятся здесь, в сердечке. И я хочу тебе это подарить прямо сейчас. Подожди, конечно, секундочку. Сейчас вот я положу цветочки сюда. Еще и перед кем никогда не снился на коленях. Хочу вот прямо сказать тебе это сейчас, здесь. Выходи за меня замуж. Реально, малая. Да, я согласна. Я люблю тебя. Доброго времени суток. Обычно вас так приветствует Ильдар на этом канале. А я скажу просто... Привет, дорогие мои. Мы сегодня на собрании. Кто забыл, кто новенький. И напоминаю, Иван Семенович Голова. Это я, директор этого рельсового завода. У меня праздник. У меня свадьба намечается скоро. Моя девушка прекрасно сказала мне да. Я хочу вас всех пригласить на эту свадьбу. Она будет необычная. И девушка будет необычная, скажу честно. Из подарков мне нужны от вас, слушайте внимательно, лайки. Если вы не знаете, что это такое, на столе лежит методичка. С ней можно ознакомиться. И вы будете в курсе. И будете понимать, что происходит. Лайки, комментарии и подписки. Все, что от вас требуется. Значит, мы сейчас вводим у нас на заводе также новую униформу. Мы здесь собрались с вами. Вот я нанял дизайнсеров. Это так говорят в Ижевске. Вот дизайнеров из Ижевска. Они придумали наш новый стиль. Наш новый логотип. Нашу новую форму. И записали в связи с этим видеоролик. Давайте его прямо сейчас и посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Это наша новая униформа. Если вы не получили ее в подарок, то ее нужно обязательно приобрести. Ссылочку на нее вы найдете в описании. Ну а сейчас, что я хочу сказать еще. У меня есть прекрасный мой телеграм-канал личный, где я рассказываю о своей жизни, о своей ситуации на личном фронте, про свою девушку. И вы можете по этой QR-кодной истории на экране перейти, подписаться и следить за самым интересным директором рельсового завода Иван Семенович Глава. Это я. Давайте без лишних слов с моей невестой мы посмотрим на программу нашей свадьбы. И вы будете понимать, что там будет происходить. Поехали. Вот эта мелодия будет на нашей свадьбе. Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города на Волге, Саратова. Привет, Катя. Я Ильдар. Точнее, Иван Семенович Голова. Свой город я не люблю, потому что это мегаполит. Опа, а что это у нас такое тут на экранчике? А мне городская суета, толпы людей, потоки машин совсем не приносит радость. Суета! С самого детства я хочу жить в деревне. Чего, блядь? Ого! В деревне спокойно, там природа красивая, свобода там. Ну, на Сеновальчике можно заниматься разными делишками, конечно, я ее понимаю. Свободная моя главная мечта, потому что я больше не хочу жить с родителями в одной квартире. Мои родители, это мой отчим Игорь Александрович, ему 55 лет, и он работает... Наверное, чем на позитиве просто двигается. ...шофером. Получает 30 тысяч рублей в месяц. И моя мама Галина Юрьевна, ей 51 год. Она работает проводником в поезде дальнего следования. Хе-хе-хе, показали поезд, в котором она работает. Зарплата у нее 60 тысяч рублей. О-о-о, нормально, 90к получается на семье, вообще норм. Вообще моя мама по образованию акушер-гинеколог, но из больницы ей пришлось уйти из-за низкого дохода. Я пошла... Из-за низкого давления. На железную дорогу работать, потому что хотела дать образование своим детям. Мне влезать очень большие кредиты, и если влезть, то знать, что я их выплачу. Мудрая женщина. Мамина желание дать мне... И очень хорошая, реально. Давание не осуществилось. За это она до сих пор не может меня простить. Я взяла кредит, чтобы ее учить и так далее. Она бросила, просто кинула меня, грубо говоря. И я теперь его оплатила. Ну, объективно, человек может не хотеть чего-то. То есть, если она поняла, что ей не нравится, ну, так вышло. Так вышло. Куча детей заканчивает... Получает, точнее, высшее образование просто из-за того, что они боятся, что родители там наругают, например. Это не очень правильно. Мне кажется, я отчасти тоже так закончил. Ну, хотя, ладно, я просто закончил, потому что... А что еще делать? А что еще делать? Вот реально. Просто закончил, да и все. Диплом, кстати, где-то валяется. Просто тупый кредит. Разочаровал очень. Ну, только да, обидно, что она кредит на это брала. А дочка, получается, как-то, ну... На самом деле, не самая большая проблема. После девятого класса мама настояла, чтобы я пошла учиться на ветеринара в наш саратовский финансовый... Ты не могла сама выбрать на себе, на кого ты хочешь учиться? ...технологический колледж. Я пыталась ей объяснить, что это не то, чем я хочу заниматься. Так. Но мама не слышала меня. Это плохо. В итоге... Обзор будет крутой. Просто констатация фактов от приятного ильдаринга. Игоря Константичича головы, точнее, простите. Месяца я сама забрала документы и ушла из колледжа. Теперь мама каждый день читает мне нотации. Ты не учь. Просто недоучка. Ты вообще никто. Ну, я не... Приятно. Че сейчас учиться? Я тебе уже все сказала. А если ты вообще не захочешь до пенсии? Ну, не захочу, не захочу. Это моя жизнь. Мне кажется, когда ребенок уже подрастает, не стоит на него давить. Это вообще бесполезно просто. Максимально. Прекрасно. Но мама не права. Цель в жизни у меня есть. Родить ребенка в 16. Я хочу закончить курсы наращивания ресниц и шугринга. А в будущем вообще открыть свой салон красоты. Ну, блин, слава богу, она не говорит. Там, типа, у меня есть мечта, значит, пойти работать в OnlyFans, там, или еще что-то. Или, там, пить пиво за гаражами, колоться бутератом, там, не знаю. Для того, чтобы накопить на эти бьюти-курсы, я пошла работать официанткой в кофейню. Мама сначала ругала меня за это, но потом смирилась. Блин, она вообще что-то делает хотя бы. Радуйся, прекрасно. Грубо, я прям вот так грубо скажу. Должна быть обслуга. В салонах красоты кто-то должен работать. Маникюры, педикюры. Нет образования. Так, чему она сказала, я не понял. Обслуга. Какое, знаете, неуважение вообще в целом к обслуживающему персоналу. Мне кажется, это показывает в целом, как воспитан человек. То есть, если кто-то начинает позволять себе какие-то грубости в сторону людей, какой-либо профессии вообще в целом, это недостойно уважения 100%. Часто вижу, знаете, как заходишь в какое-то заведение, и видно, чувак деньги заработал, там, дальнобойщик, ну, это, к примеру. И начинают вести себя, будто короли мира просто. Над этими официантами издеваются, показывают, будто бы они тут цари земли. Фу, ужас, мерзость. У моей сестры Лизы, которая старше меня на два года, с которой у нас очень сложные отношения. Просто, ну, человек для меня в данный момент пустое место. Ну, как бы, грубо говоря, я его знаю, но как бы знать не хочу. Такое отношение к Лизе у меня не просто так. С детства сестра все время меня подставляла. Это мой вариантик. Натворит что-нибудь дома, а родителям скажет, что виновата я. В результате наказывали меня. Мне вообще непонятно, почему мама с отчимом до сих пор с ней общаются и почему их не возмущает ее работа. Ведь она... Шлюха! Стриптизерша в ночном клуб. Бля, ну факты. То, чем занимается Лиза, я считаю это негативным. Ей уже 20 лет почти. Она могла прекрасно найти нормальную работу. Мы уже смотрели как-то видео, шоу точнее. Это нормальная профессия, потому что в любой профессии можно найти грязь. И в любой профессии можно обойти это. В защиту Лизы я могу сказать, что Лиза гораздо более адекватный человек. С ней можно говорить. С Катей нельзя говорить. А я считаю, что это с моим отчимом нельзя ни о чем говорить. Ведь он испортил мне все дело. Видите, я не понимаю, что он говорит. Потому что он распускал руки на меня ни за что. Бля, ну это ужас. ...какалился у мамы, когда мне было 3 года. Сначала он очень хорошо ко мне относился. Подарки дарил. А потом пробил голову монтировкой. Такое бывает. ...кататься на аттракционах. Но как только они с мамой поженились, его как подменили. Он стал постоянно ругаться и поднимать на меня руку. Помню, что у нас появился Арчи, собака. Я не помню, то ли он наволочку стащил с подушки, то ли еще что-то. И он просто подходит, начинает мне наволочку в лицо пихать. Я такая, ну типа убираю, говорю, ты что делаешь? Я говорю, ты нормальный. И он просто мне с кулака в глаз ударяет. Она избалована. Все должны вот обслуживать ее интересы. Я просила маму, чтобы она... Поэтому, когда я увидел, что она избалована, я решил проверить свой удар на ее глазу. Держит ли она удар? Держит ли глаз? Узнаем далее. Сила Игоря, но она не хотела меня слушать. Говорила, что очень любит моего отчима. Как женщина и с Игорем абсолютно счастлива. Он не пьет, не курит. В принципе, такой, ну положительный. Вот все женщины, говорит. Ты как такого? Где бы смогла? Ой, вообще, ну просто шикарный мужчина, реально. Я же в детстве мечтала, чтобы мама сошлась снова с моей... Мама сошла с ума, и это произошло у нас с Игорем. Родным папой, с которым она развелась, когда мне был всего один год. Но она сказала, что это невозможно, ее можно понять. Ведь мой папа... Умер. ...алкоголик. То есть пошло равнодушие, пошло алкоголь, пошли запои, пошли друзья. И я пришла к выводу, что у меня дети дороже, чем муж. И я не собираюсь в нервную систему их тратить на ерунду. Несмотря на алкоголизм, мой папа очень добрый человек. Ну, потому что бухой. После развода с мамой он все равно часто проводил время со мной и с сестрой Лизой. Но несколько лет назад его не стало. Умер от рака почек. Просто в один день мне утром звонит бабушка и говорит, что папы больше нет. Я скучаю сильно. Ну, что, сделал свой выбор. Был самый любимый мой родной человек. Я всегда мечтала о том, чтобы со мной рядом был человек, который любил бы меня и во всем поддерживал. И кажется, я наконец встретила такого человека. Его зовут Кирилл. Я люблю тебя очень сильно. Я тебя люблю. Все, это, кстати, все, что он будет делать в течение этого выпуска, скорее всего. Чуваки, которые начинают сразу говорить про любовь, мне кажется, на них можно ставить крест со старта. Парень. Мы познакомились благодаря нашему общему другу. Он рассказал Кириллу обо мне и позвал его посидеть в кофейне, где я работала. Мы начали общаться. И как бы я вижу, что у него глаза-то загорелись, но как бы я виду не подала. Ну и все, и тут наше общение начинается. Ну, уже месяц почти что прошел. Ну, надо как-то что-то двигаться. Это что-то мы только все в щечку, да, в щечку. Я говорю, что, может, это... Ребенка сделаем. Месяц-то прошел уже. Ну, пора. Я начну встречаться. Она такая, типа, чего? Ну, и подумаю. Поломалась там, как девочка. Вот, я такая, ну да. Кириллу 19 лет. Он не работает, потому что учится на четвертом курсе технологического колледжа. Собирается быть поваром. И не зря. Ведь готовит он восхитительно. Мой молодой человек очень вкусно готовит абсолютно все. Крылышки в меду с кунжутом. Это он. Отвал башки. У Кирилла сложная судьба. Я не представляю, как он смог пережить все, что случилось. Когда он был еще маленьким, его отец... Его отец не кормил его крылышками с кунжутом. Я не знаю просто. Мне кажется, все люди должны в целом это попробовать. Почему они это не пробуют, непонятно. ...от менингита. А мама после смерти папы начала сильно пить и связалась с компанией алкоголиков. А потом на одной из пьянок ее убили. Там вообще... Да, мне нравится вот реально заполнение кадра ноутбуками открытыми. 46, что ли, колот резаных. Да, ну это жесть вообще какая-то. Жесть, как она есть. После смерти мамы 14-летнего Кирилла отправили в интернат. Но близкая подруга матери, тетя Лена, оформила опеку и забрала его оттуда. Человек попросил меня буквально в Новый год, когда мы отмечали, позаботиться о сыне, просто не бросать его. Она говорит, с чего она так сказала, до сих пор не знаю. Может, как что-то не знаю, в чем это причина. Ну, я пообещала, понятное дело. Естественно, я говорю, я его не брошу. Тете Лене 41 год. Она работает кассиром в супермаркете. Получает 30 тысяч рублей в месяц. Мужа у нее нет. Она развелась еще 10 лет назад и пока не встретила нового мужчину. У тети Лены есть 19-летний сын. Но к Кириллу она тоже относится как к родному. Я с ней знакома. Она очень хорошая. Тетя Лена очень жизнерадостный человек. Очень общительный. У нее рот вообще не замолкает. Мы очень хорошо общаемся, там, сроднились. Мы молча хорошо общаемся, сроднились. Просто телепатические способности используем. Такое бывает. Любит. Моя мама знакома с Кириллом, и она не против наших отношений. Он очень общительный, очень веселый, очень воспитанный, тактичный. К сожалению, знакома с Кириллом и моя сестра. И меня это очень пугает. И она такая на шесте просто на Кирилле. У-у-у, е-бой, мальчик мой дорогой. Я боюсь, что Лиза может увезти у меня Кирилла. Лиза вертихвостка. То есть у нее очень много было мальчиков, ну, в плане... Да не, все норм. Я думаю, у нее не было вообще никого. Она девственница 100%. Ага. Половых партнеров. Даже когда Лиза подходит и начинает заигрывать с Кириллом, у меня начинается жуткая ненависть. Потому что я собственница. Блин, хорошо, что сестры точно дружат. Все с ними норм. Но теперь я уверена, что Кирилл будет только со мной. Ха-ха-ха-ха. Потому что я ебанула пельменей. Ведь я беременна. Полгода назад я сильно поссорилась со своим отчимом и поняла, что с ним под одной крышей жить больше не могу. Я пожаловалась на это Кириллу, и он решил проблему. Построил рядом еще одну крышу. Снял для нас отдельную квартиру. Эй, бля, просто что-то идеальное. Ему как раз предложил недорогой вариант друг, на который у Кирилла хватило денег. А то, что он там бездомный, безродительный, боже мой, ему там не должны квартиру дать. Так как он получает после смерти мамы 17 тысяч рублей пособия от государства. Я дождалась, пока мама уедет в рейс, собрала вещи и ушла из дома. А отчим сразу позвонил ей и все рассказал. Она была в шоке и очень разозлилась на меня. Ужас, кошмар, крах, там ни учебы, ни работы, там вообще яролажа в голове. Как жить, на что жить, как существовать. Но пока мама две недели была в командировке, она осталась... Саратов это я, кстати, если вы вдруг не знали, то я Саратов. ...ситуацию. Сейчас мы хорошо общаемся, часто видимся. К сожалению, часто вижусь я теперь еще и со своей старшей сестрой, которая сняла квартиру в доме, в котором живем мы с Кириллом. Блин, она потроллить просто хочет, явно. О, приветики, как дела? Пормально. Че нового? Да ничего. Че толкаешься? А ты на лезешь. Я не лезу, во-первых, я просто поздоровалась. Ну, мне надо с ним так здороваться. Бля, если честно, какая-то немного нездоровая, ревнуешь, что... Ладно, если серьезно говорить, ну хорошо. Она там стриптизерша, окей. Ну, она просто поздоровалась. Чего они так шарахаются? Она прям, типа, к нему на член сразу прыгает или как? Я тоже его знаю, потому что хочу с ним поздороваться. Он хочет. Ты не хочешь? Нет. Почему? Ну, так вот. Ну, ты при ней только так говоришь? Нет. Уверен? Уверен. Да? Да. Бля, бля. Успокойся. Че за хуйня? Че за хуйня, бля? Это реально происходит? Почему, бля? Ты хорош. Кстати, норм сестры? Супер. Все, все, все. Тихо, тихо, тихо. Че? Зайди, че. Какая дичь. Это что не раздражает этот человек? Это что? Почему ты себя так ведешь некрасиво? Я ничего не делала, чтобы руки... От меня. Реально, ну, правда, она че-то агрится. Просто я не понимаю, в чем проблема. Ой, я не буду от тебя уходить. Я хочу с тобой поговорить. Ты не можешь, ты это хочешь услышать? Да, я хуйню, я тебе сказала. Просто, ну, вызывает гнев у меня какой-то человека. Это здоровая история, точно. У нее нет проблем с головой. Прощение от себя. Несколько раз, когда она вот сказала, что она хочет с ним переспать, потом там жопы дома кручила, она знает... Может, она просто прикалывается, типа, я не знаю, ну... Что если она будет так делать, то она получит. Я Катю люблю, я ее ценю и уважаю. Я очень хочу, чтобы у нас чувства были взаимные. Она очень такой резкий человек, она всегда очень все близко к сердцу воспринимает, и поэтому вот у нас все так вот происходит. Если она будет так продолжать, то я буду ее бить. Я бы на месте этого парня немного задумался, стоит ли строить отношения с данной особой. Абсолютно неуравновешенная дикая девчонка. Пока такой вот у меня вывод. Если она не понимает словами. Я понимаю, что жить в одном доме с Лизой не получится. Из-за этого я постоянно раздражена и в плохом настроении. Поэтому решила не оттягивать и поговорить об этом с Кириллом. Нельзя просто сесть втроем и сказать, Лиза, мне не нравится, что ты флиртуешь с моим парнем. Ты можешь, пожалуйста, это прекратить делать? Она говорит, хорошо, я больше не буду. Тем более она хочет идти... В чем проблема? Мне не нравится эта квартира. Здесь течет, там течет, оттуда дует. Во-вторых, я не хочу жить рядом с Лизой. Еще будут вопросы какие-то? Во-первых, надо было сказать, я не хочу жить рядом с Лизой, и все остальное как бы просто вот как есть. Где тебе за такие деньги еще такую же квартиру найду? На работу тяни. Тебе не нравится, что тут Лиз живет, что сразу уезжать надо? Да. Я не хочу отсюда уезжать, я уже привыкнусь. Ну ты можешь к Лизе переехать, я здесь одна пожелаю? Переедь. Что ты опять начинаешь? Я ничего не начинаю абсолютно. Блин, она такая истеричка. Мне эта Лиза вообще на *** не сперла. Она ревнует и ревнует? Я вот не знаю, что с этим делать? Сколько раз тебе можно повторять, что я не хочу жить рядом с Лизой? Прикольно, что она ревнует просто к сестре. Ты в натуре угораешь? Нет. Не знаю. Что ты помешалась на этой Лизе? Я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не вижу вариантов, куда съехать можно за такую же сумму, на такой же нормальный ремонт. У меня сейчас не будет возможности. Я Кириллу сказала, что в ближайшее время хочу, чтобы мы переехали и точка. И пусть думает, как решить эту ситуацию. Переезд и точка. Новый сервис по переездам в Саратовской области, я не знаю. Я понимаю, что повода для ревности он мне не давал, но я знаю свою сестру. Она от него не отстанет. Это какой-то бред. Полный бред вообще. Вот уже больше недели у меня с организмом происходят странные вещи. Например, мне стало тяжело спать на животе, кружится голова и постоянно меняется настроение. Меня стали все люди раздражать. Становлюсь обидчивой очень. Но на все это я бы... Ну ты прикиньте, она и так была сумасшедшей. А сейчас... Сила внимания, если бы не одно но. Я посмотрела в свой календарь женских дней и посчитала. У меня задержка. Месячных не было два месяца. Решила обратить внимание. У меня задержка. Мы с Кириллом никогда не предохранялись. Так что я решила сразу пойти в аптеку и купить тест на беременность. Две полоски? Я в шоке. Но совсем не расстроена. Ведь стать мамой я готова. Норм. 16 лет я готова стать мамой. А я готов жениться на этой таблетнице. Что же там? Бог его знает. И Кирилл тоже хочет стать папой. Мы говорили с ним об этом. Много раз говорил, что хочет ребенка уже. Хочет свою семью. Я его полностью поддерживаю. Потому что я не против этого. А кроме того, Кирилл еще на прошлый Новый год сделал мне предложение стать его женой. Короче, я... Поэтому я буду ревновать к сестре своей до бесконечности. И тратить свои нервы. Просто школьница. Когда я с ней познакомился. Там буря из края эмоций. Сразу вот это все. Я решил не задерживаться. Прикупил колечко. Под куранты, короче, предложение ей сделал. Я в шоке. Там все такое на эмоциях. Потом, после моего дня рождения, мы заговорили уже про детей. То есть, даже если я не была бы беременна, мы... В 16 лет мы говорим о детях. Все, что мне надо в 16 лет. Это много детей. Ведь я богатая, обеспеченная женщина. Которая может содержать хоть триллион детей. Со мной расписались в этом году бы. Я решила Кириллу обо всем рассказать лично. А не писать сообщения. Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение. У Кирилла есть очень нехорошая черта. Когда он там захочет выпить. Или там пойти с друзьями потусоваться. Вот он забивает абсолютно на все. Может телефоны не брать. Звонки не отвечать. Надеюсь, он пойдет тусить с твоей сестрой. Это будет круто. Я прождала Кирилла до часу ночи. Меня бесит, что он часто тусуется с друзьями. Но думаю, как узнает новость о беременности, сразу образумится. Че так долго я не поняла? Че, не так-то опять? Ну-ка, дыхни. Ты не пить еще, а? Бля, топ. Стоит мне выйти куда-то из дома, и все, начинается. Потому что у меня друзья вот такие. Я с ними выхожу. То есть я становлюсь точно такой же. Скорее всего, я этого тоже боится, что я с ними там что-нибудь накуралешу. Кирилл лег спать. Я ему ничего не рассказала, так как он был сильно выпивший. Поэтому решила дождаться, пока он протрезвеет. Я считай, не пил. Я раз в месяц пью, считай. Да? Ну, прости. Ну, не надо мне целовать, у тебя пирогаром пахнет. Я тебе еще раз говорю. Да хорош тебе, успокойся, все. Так я спокойна. Ты около воды ничего не заметил? Че я там должен заметить? Ну, иди посмотри. Что это сейчас будет? Смотрите. Сейчас серьезно. Впервые в жизни пацан не сказал, что это? Удивительно. Ничего себе. Две полоски. Че, в натуре получилось? Как это так? Типа целую. Ты рад? Я очень. Я пока... Подожди, я в себя причинил. Потом в себя пришел, когда уже думаю, ну все. Я папа. Сто процентов. Мяш, смотри. Ну ладно, давай теперь вот по-серьезному. Ты же понимаешь, что это ответственность большая? Конечно. Ну, я хочу... Почему 16-летняя девочка учит, блядь, кого-то... Ой, ладно. Катя была моей женой на всю жизнь. Сейчас ребенок появится. Это мотивация большая, чтобы обеспечить, чтобы ребенок не жил, как я. Все нормально будет. Хорошо, посмотрим. Блядь, я просто плохо. Просто плохо. Я очень рада. И почему-то уверена, что у нас с Кириллом будет идеальная семья. А пьянки и тусовки он прекратит. Маме я решила не сообщать новость по телефону. Через полторы недели она вернется из рейса, тогда и расскажу. Я думал, из рестика. Мама уже полторы недели там сидит, заливное ест. Сегодня я записалась на прием в женскую консультацию. И меня отправили на УЗИ. Кирилл пошел в больницу вместе со мной. Ну вот сейчас мы вот видим, у вас беременность. Находится в полости матки. Вот можно увидеть носик, животик. Срок беременности у вас 10 недель. Сейчас я вам покажу фотографию, которую мы сделали. На Sony A7R делалась эта фотография. Ссылка в описании. Мне говорят, что это вот все, это твой ребенок теперь будет. Ну практически ничего не понятно, но там такой типа... Микрочел там такой живет. Бобы что ли они, вот как в которых орешки лежат. Эмоции... Такие же примерно, как бобы в орешках. О, прям... Я очень счастлива. И вижу, как счастлив Кирилл. Теперь осталось рассказать маме. После больницы я как раз поехала с ней встречаться. Она вчера вернулась из рейса и предложила сходить в магазин, посмотреть мне новую обувь. А Кирилл тем временем встретится с тетей Леной и тоже все ей расскажет. Мама сейчас скажет, да, какой ребенок! Школа! Учеба! А вот смотри как. Мне чем-нибудь без каблука лучше. Она сейчас, мама, вот посмотри, мне вот эти нравятся. Мама берет там тест на беременность. Мама, ты ничего не видишь? Я скажу, нет. Почему? Ты все-таки девочка, молоденькая. Тебе вообще вон на каких шпильках можно ходить. Не-е-е. Пока есть возможность. Посмотри, чем твоя сестра занимается. Ты что, не ходишь вот как она? Она вот шлюха у тебя, норм. Ну просто не понадобится в ближайшее время мне каблук. Так, ты меня вообще заинтриговала. Говори. Давай-давай-давай. Ну я в положении. Я беременна. Слушай, если это сейчас шутка, то это вообще неуместная и плохая шутка. Нет, это не шутка. Мы уже в больнице даже были. В какой больнице? Ну, гинеколога. Кошмар. Ты что, вообще что ли обалдела? Ты что творишь-то? Первая мысль, это, во-первых, обида очень. Потому что я не могу рожать уже, а хотела бы. Делось как бы это случиться попозже. Я с ними разговаривала по поводу этого. Все. Какая беременность? Какие роды? Ты чего? Думать надо было головой. Мы прекрасно думали и планировали. Угу. Планировщики. И я считаю, что 16 лет, так как они меня не обеспечивают, я могу понести сама ответственность за свою жизнь. Как раз я не работаю, и мой парень тоже не работает. За будущего ребенка. Может, на аборт? Нет, никакого аборта не будет. Ты зачем себе жизнь-то будешь ломать? Я себе никак жизнь не ломаю. Я тебе не собака какая-то, чтобы взять и убить. Ты просто еще маленькая и не понимаешь всей ответственности и всей заботы. Аборт, конечно, считаю, такой вариант. Получить образование, работу получить, встать на ноги, а потом уже заводить детей. Я понимала, что мама начнет говорить про аб... Я вообще, знаете, вот помню, смотрел, когда первые выпуски, вообще в шоке был. Сейчас, типа, что-то говорят, там, ответственность, как... Не-не-не, просто главное в 16 лет забеременеть, все. Поэтому не обиделись. Тут работает система зайки и лужайки. Но у нее нет выбора. Она примет мою беременность. Ведь мы с Кириллом уже все решили. Подмешали ей эту беременность в стакан с пивом. Я буду рожать. Надеюсь, тетя Лена отреагирует по-другому. Я понимаю, у нее... Как это? Воды отошли. Рожает она! У нее преждевременный сохранять невозможно. Отошли воды. Сейчас работы как вообще? После Нового года отстроюсь. Катерина, что, работает, не работает? Сейчас пока не работает. Сейчас чисто на пенсию что живем. У меня еще там новость для вас есть одна. Захотели ребенка? И сделали его. Видим цель, не видим препятствий. И сделали. Ну, как-то... Немножко так аж это... То, что хотели, знала. Но что так быстро, не ожидала. Ну, все-таки думала, они, может, годочек, два поживут, подумают. Наверное, просто у чувака семьи нет. И он хочет очень свою завести. Как-то, ну, вот. Не ожидал просто, что вот прям сразу так. Мое мнение, беременность 17 рановата. Потому что я родила 22. С юностью надо погулять, как говорится, да? Расслабиться, отдохнуть, вот ее прочувствовать. А если ты сразу обременяешься ребенком, то есть у тебя, получается, фактически эта полоса просто уходит. А как по поводу там свадьбы? Ну, что вообще? Свадьбу вот тоже планируем через пару месяцев. Твой же знакомый закрыл. Ну, прикольно, что она ему голову, знаете, не колупает. Этими норовоущей. Ну, захотели. Да и, как говорится, бог им судья. Ну, это да. Вот через него как-нибудь побыстрее можно будет нам что-то нас расписать? Не, ну, почему нет? Позвоню, договорюсь. Если уж решили, ну, давайте, дерзайтесь. Я, в принципе, вообще не против, только рада за вас. Спасибо. Я же тебя все равно люблю, ты уже знаешь. Конечно. Знаете, детей просто она так воспитывает, чтобы с детства им говорить. Тебе в 16, в 15 ребенок не особо надо. Подумай над этим хорошо. Те, ладно, на самом деле непонятно все равно, кто вырастет. Если наоборот будешь запрещать, может... Короче, видите, тут тонкая грань. Детей сложно воспитывать. Надо с умом подходить ко всему. Палец я... У нас что-нибудь выпить есть? Не знаю. А что? У меня новость такая. Ужас. Я не знаю, как. Вообще переживаю. У нас дочка беременная. Елизавета, что ли? Угу. Елизавета. Катя! Понятно. И он такой, ну, нормально, она родит дитё. Ну, тоже его лупить буду. Всё норм. Произошло, произошло, ну, всё теперь. А что от них следует ожидать? В принципе-то. Если они живут в семье. Чё делать-то будем? Может, на аборт? Надо было раньше. Заботьтесь об этом вопросе. Ну, ладно. Зажигал. Зажигал. Вы же её балуете. Ты. Ну, а он чё? Зажигал. Я откуда знаю? Сказала, чтобы они пришли к нам. Ну, и что? Говорить. Ну, вот. Ждём. Чё? Вообще, с его стороны, это был как бы не совсем мужской поступок. Нормальный мужчина должен зарабатывать и обеспечивать. Всё? Понял. Он устроится на работу, будет мужчиной, получается. Кирилл мне рассказал, что тетя Лена договорилась со своей знакомой в ЗАГСе, и скоро мы распишемся. Всё в жизни почти идеально. Если не считать, что приходится каждый... Сестра всё идёт, спускается с этой лестницы. Меня не встречает Лизу на своём пути. О, привет. О, привет. Видел когда-нибудь другую вагину? У меня она немного интереснее, чем у сестры. Не хочешь подняться ко мне в квартирку и исследовать там кое-что? А? Здорово. Здорово. Можем с тобой месяц ходить. Нет, не можете. Блядь, почему она это делает? Почему? Это сценарный ход такой, типа, просто добавили женщину, которая зачем-то пристаёт. То есть она говорит, я хочу помириться с сестрой. Ой, ну ладно, к чуваку я приставать буду. Тоже постоянно. Руки выбрала. Почему? Я же ему ничего такого не предлагаю. Я просто хочу с ним время провести. Ладно, может быть, наша героиня и не такая уж и сумасшедшая. Это типа, как друзья. Без друзей обойдёшься. Без друзей обойдёшься. У меня начинают чесаться кулаки очень сильно. Час ты так на***? Бля, я вообще не верю, что происходит. Они больные все? А чувак такой, а мне нравится в целом. Две девчонки, две сестры, скажу честно. Даже мечта какая-то, может быть, такая и присутствует. Тебе хороу. Как он неторопливо идёт и рыдёт. Так, подождите, стойте. Не-не-не. Так дело не пойдёт. Попробуй прописать вот, ага, левый джеб. Норм. Очень, очень, очень ревнивый. Вот. Ну, кстати, когда твоего парня просто другая девушка при тебе зовёт в клуб отдохнуть сходить? Это нормально. Никто так обычно не ревнует. С *** своим Кириллом. Да. Он... Так а зачем ты его зовёшь при ней? Я не с тобой, а то раз другое будет. Да нет, милая моя, мы ребёнка ждём. Вы чё? Ну, не только с тобой ходить. А ты чем думаешь? Я 16 лет. И чё? Ничего, как вы будете детей воспитывать? Спокойно, не твоё дело. Ты просто ***. Я хочу сейчас с тобой разговаривать. Бля, она реально, походу, в него влюблена. Ха-ха-ха-ха. Потом я вернусь и поговорим. Обязательно. До свидания. Бля, это просто... Это такая х***ня. Просто я... Я... Что? Я не могу продолжать жить в этом доме. Нам нужно искать новую квартиру. Подальше от Лизы. А Кирилл продолжает твердить о том, что я зря переживаю. Но я его в покое не оставлю. И буду добиваться своего. Буду за***ть его бесконечно. На следующий день мы с Кириллом пошли на разговор к маме и отчиму. Сейчас опять выслушаю поток негатива по поводу беременности. Я уже представляю, что начнет говорить отчим, и не хочу это слушать. Кирилл сказал, чтобы я не нервничала. Он не даст меня в обиду. Ну чё, Кирилл? Давай поговорим. Ну как у вас это всё получилось? Ну, получается, она начала трогать меня между ног. У меня там что-то выросло. И вот так вот и получилось. У всех людей это получается так и получилось. Как у всех людей? Захотели. Зловы такие. Захотели. Это вам чё, игрушку, что ли? Пап, скажи чё-нибудь. Пап, я режу хлеб, бля. Пап, меня не трогайте. Чё тут говорить-то? Всё ясно. Ты согласен со мной, чтобы она сделала аборт? Нет, не согласен. Всё. Здравствуйте-то надо. Не сегодня, так завтра. Может быть, гораздо более неправильная ситуация, когда бы они прожили 5 лет и не было бы в беременности. Это было бы более негативно, чем это. Я была в шоке, что Игорь против аборта. Думала, он будет кричать и как мама отправлять меня прерывать беременность. Свадьба-то у вас будет. Жениться вы собираетесь? Да, собираемся. Ну, то есть вы будете расписываться до рождения ребёнка? Да, конечно. До рождения. Хорошо. Родители сказали, что помогут нам оплатить свадьбу. Возьмут на... Нравятся, знаете, вот эти вот у них качели. Первое. Делай аборт. Быстро пошла и сделала, вытащила ребёнка руками и ногами. Следующий кадр. Просто 4.19, 4.20. Мы оплатим свадьбу. Поехали. Потом я увидела сестру, которая села на шпагат и засунула себе кое-что кое-куда. Баласи. Ко мне в гости явилась сестра. Привет. Просто давай посидим, обсудим всё. Не хочу рассказать. Сестра ходит только в одном всегда. Просто уже эти конфликты все по горло стоят. Когда я тебе звоню, ты сбрасываешь, описание, не берёшь трубки, не отвечаешь на смс. Ладно, заходи на 5 минут. Не знаю почему, но решила выслушать Лизу. Может, у неё проснулась совесть, и она извинится за своё поведение. Я пришла сюда поговорить в большей степени из-за твоей беременности. Ну, я слушаю. Ты же понимаешь, что ребёнок сейчас это максимально не вовремя? Потому что я с твоим парнем не сходила ещё в клуб. Как это так? Получается, он сейчас будет чувствовать кое-какую ответственность, а я с ним до сих пор не переспала, потому что я спала со всеми парнями в городе, а с ним ещё нет. Ну, это моя жизнь. Я понимаю и... Поэтому вот нож, а я вмешиваюсь в твою жизнь. Сколько ты моя сестра, я тебя очень сильно люблю. Может быть, ты хоть этого и не замечаешь. Ты родишь ребёнка, ты его посадишь на шею матери. А тебе какая разница? Большая разница, потому что ты моя семья. Да, ты не моя семья, так что можешь заткнуться и уйти обратно домой. Тебя здесь никто не ждал. Я просто хотела прийти и вразумить тебя, что ребёнок, и это не вовремя, что ребёнок родится, и вы все п***ли. И Кирилл, и ты, и мама. А ты, видимо, уже п***ли почувствовала, каково жить, да? П***ли вертишь там на работе своей. Да лучше так, лучше я буду крутить, у меня будут деньги, чем так в нищенской квартире. Да лучше уж в нищенской, чем ложиться под каждого мужика и крутить на работе. Мне кажется, вообще бесполезно, я же отговариваю. Да и все, вали отсюда, здесь никто не рад. Я понимаю. Никто не рад. Ребят, я не знаю, почему я как эту хуйня в голове. Что я могу сказать? Сестра и эта девчонка, наша главная героиня, которую зовут Катя, да, ее вроде зовут Катя, а не просто обе поехавшие максимально. Я знаю, что Лиза моя сестра, но я ничего не могу с собой поделать, я не люблю ее. Я не хочу, чтобы она лезла в мою жизнь. Через 15 минут после ухода Лизы мне позвонила мама и начала говорить о том, что нам с сестрой нужно жить дружно. Немножко как бы обидно, конечно, что они не общаются между собой. Все-таки я надеюсь, что потом с возрастом кто-то помнеет, кто-то уступит, они будут общаться. И я хочу, конечно, от себя помирить их. Не, ну просто Лиза явно пристает к ее парню, но это Катя, она слишком вспыльчивая тоже. Ну, они просто обе сумасшедшие, правда. Но налаживать отношения с Лизой я не собираюсь. Я даже не хочу, чтобы она жила с нами в одном... Вообще просто не хочу, чтобы она жила. У меня уже 15-я неделя беременности. Многие пишут в интернете, что на таком сроке мучает токсикоз, и врачи в женской консультации предупреждали о нем. Но пока я чувствую себя прекрасно. Кирилл меня полностью поддерживает, он мне постоянно делает массаж. Если у меня нет настроения, он старается его поднять, там постоянно рядом со мной, там и гулять предлагает, и покушать предлагает, сходить. До нашей свадьбы с Кириллом остается всего неделя. И я уже активно готовлюсь к этому... Я надеюсь, там, знаете, будет панчлайн уровня «Сестра увела на свадьбе просто парня». Он такой, ну ладно, бог с ним, пойду с ней. Она все-таки немного поопытнее. Сегодня вместе с подругой Дашей пошли выбирать мне свадебное платье. Ты прекрасна. Правда, нравится? Да. Я тоже влюбилась прям в Нилан. Давайте еще померим с фотой. Блин, мне кажется, вообще классно, да? У меня нет слов. Я просто в шоке. Ну, в платье, это вот, когда ты ее видишь, это просто сказка. Ну, принцесска. Я очень за них рада. Ну, в плане того, что они нашли, наконец-то, друг друга, и то, что вот они так решились. Я бы не решилась в 17 рожать. Я тебе так скажу, никто бы, блядь, не решился в 17 рожать. Это не достижение в жизни. То есть я бы не строила так рано семью. Я действительно чувствую себя принцессой. А потом Лиза написала мне смс-ку. И настроение мое стало еще лучше. Она сообщила, что уезжает работать в Москву. Значит, она... Значит, она там точно пойдет по рукам абсолютно всем. Потому что она не будет жить с нами в одном доме. И мне не нужно постоянно переживать за то, что она пристает к Кириллу. Видимо, в Москве там цены-то повыше будут. Поэтому она туда и перебралась. Скидывает, короче, пачку денег и пишет. Смотри, сколько денег я заработала всего за три дня. Отчего добилась ты, лохушек? Ну да. Какими, как говорится, способами зарабатываешь? Такими способами и выйдешь в окно. Цитаты великих людей. Прикинь. Прекрасно знаешь, что я к свадьбе готовлюсь. И такое мне просто, блин, присылать. Мне все равно. Мне кажется, девчонки, которые занимаются подобным, обравдывают свой вид деятельности только вот деньгами реально. Ладно, я еще потерплю, еще потерплю, а потом уже колпак свистит, как говорится. И может, и в окошко выйти, ага. Только Лиза получает денег. Я уж точно не хочу их зарабатывать ее методом. Домой я вернулась счастливой. Платье оставила у Даши, чтобы Кирилл не увидел его до свадьбы. Мальчишник делать собираюсь. Зачем? Бля, возьмите стриптизершу. Есть контактик! Вы последний день натусить нам стрипухи или еще день? Опа. Ты не ***, может тебе утюг кинуть? Да я пошутил, что ты сразу начинаешься. Если я узнаю, что ты будешь в стриптиз-баре, может, к мне больше не подходить вообще ни на шаг. Господи. Как будто я там что-то буду делать. Да мне плевать, что там будешь делать. Я считаю, что мальчишник и девичник должен быть, но ты должен его отмечать разумным. Без всяких там тупорылых друзей. Я согласилась отпустить Кирилла на мальчишник. Он убедил меня, что ничего криминального... Бля, я реально, я просто надеюсь, что там будет стриптиз от сестры. Там не будет. Просто посидят с друзьями в баре. Повеселитесь. И девчонки немного на них тоже просто посидят. Как бы перед последним днем холостой жизни. Собрались мы, значит, короче, в баре. Мальчишник, короче, сидели, пили, отдыхали, что-то там разговаривали. Я думаю, все согласятся с этим. Мы хотим тебе, Кате, твоему будущему ребенку пожелать здоровья. И чтобы ты все-таки не забыл... Не забыл, погнали в стриптиз. Да куда я его заброшу, вы что, ребят? Короче, пацаны говорят, давай, Кирюха, собирайся, там дальше сюрприз еще тебя ждет. Я такой, ***, вы что делаете? Я просто сочувствую тебе. Не знаю, как у Кирилла проходит мальчишник, но мой девичник очень скучный. Хотела заказать лимузин, такой, который хорошо открывается. Я как-то тоже был на мальчишнике. Но так как я... Было интересно. Беременная. Правда, закончилась свадьба, скажем так. Ой, ладно, не будем. Девичник прошел очень скудно. Ну, платье мы с тобой уже выбрали. Ну да. Ты будешь там самое красивое. Ну, как плохо. Где там? На своей свадьбе? Ну, очевидно. Надеюсь. Пока мы с Дашей играем в эту непонятную, очень скучную игру, мысли у меня о Кирилле, чтобы он не натворил там глупостей. Я знаю его друзей и как они любят весело гулять. Вы смерти моей хотите. Да ладно тебя, что-то боишься. Тебе как вообще, обстановка нравится, нет? Вот тебе музыка хорошая. Открывается дверь, я вижу шест. Опа. А вот эти вещи нас немного заводят и, конечно, чуть-чуть интересуют. Грудь сказала пока, я туда, а я вот туда. Знаете, вот этот мем с Вин Дизелем. И тачки разъезжаются. Понимаешь, что я нахуй с тобой, брат? Вот тебе и подарок, дружище. Ну как я уйду, там пацаны все-таки старались жарить. Ну, я не смотрел, я пытался во все стороны, углы искать, куда мне посмотреть. И наш девичник с Дашей был скучный, пока она не предложила мне отследить, где находится Кирилл. Блядь, какой бред. Она позвонила Джейсону Борну и все выяснила. Вместе с ним сейчас как раз парень Даши, Вова. А у нее на телефоне установлено предложение, где она может видеть местонахождение Вовы. Да, хорошо, что точно ему доверяют. Слушай, да они недалеко. Может, мы доедем? Ну, так сюрприз. Просто, я не знаю, они сумасшедшие какие-то. Что в головах у женщин происходит, я не понимаю. Погнали. Как бы мне то ли сердце, то ли еще что-то, ну, подсказывает, что что-то не так. Поэтому мы с Дашей поехали по адресу, который увидели в приложении. Блин, они сейчас приедут случайно в то же время, когда стриптиз происходит. Не в плане того, что это п*** красиво, а в плане того, что мне п***. П***, воспринимай как искусство. Картины, если ты любишь смотреть, вот у тебя тоже как картина. Сижу отвернутый и слышу так, тюф-тюф-тюф-тюф. Ну, бежит что-то на меня. Я поворачиваюсь, а это Катюха летит. О, кайф. Я просто вот так закрываюсь. Какая же, блядь, тупая история абсолютно. Тут настолько все глупо, по-идиотски, по-детскому, бесполезно. Я даже не знаю, как это комментируется. Ну, типа, и что? Стриптиз, и что? Я тебя бить не собираюсь. Я была ошараш. А, подождите, может, она реально такая, ну, давай с кайфом вдвоем посмотрим. Но, как оказалось, там любовался этими прелестями только Никита. Поэтому я полностью спокойна. Ну, как тебе по... Лааааадно, ладно. Тогда все равно тупая история, реально. Взяла, приехала. Пошел ты, блядь, ты своим подарком. Я люблю тебя. В какой обстановке-то, да? Говорите. Тогда я знатно прикурил. Бля, самый идеальный парень в мире, на самом деле. Я прям просто прикурил. На Кирилла я не обиделась. Ну, стол, конечно, вообще такой, кириешки, майонез и чипсы. Супер. Его туда привел друг, но сказала ему, что после свадьбы я его на тусовке с друзьями больше не пущу. Не могу поверить, что этот день настал. Я невеста, и буквально через час официально стану замужней женщиной. Такой счастливой, как сегодня, я еще не была. Ну, наверное, это идет с детства. Не знаю, меня, может, так воспитали. Если нету штампа, вот, ну, иди гуляй. Что, не так, что ли? Ну, для меня это важно. Свадьбу я захотела со всеми традициями. Украшенный автомобиль, выкуп невесты. Теперь невесту собирай. Теперь в новой жизни. Тиле-тиле-тесто, здесь живет невеста. Кстати, если вы миллионер и хотите заплатить мне много денег, чтобы я провел вашу свадьбу, ну, прям, реально очень много денег, пишите. Я всегда готов в этом костюме выступить та-ма-дой. Классические конкурсы. Раздави шарик, кто глубже заглотнет хуй. Все это будет. Вот он, гавкой. Невестка такая. Пути моя. Пути господи. Малышка моя. Ой, ты моя сладкая. Она вся в слезах бедная. А такая красивая, капец. Я ее, наверное, никогда. Бля, я, че, это самый идеальный парень. За все сезоны, походу. У меня мама такая говорит, что на свадьбе плакать нельзя, примета плохая, то, что, ну, всю жизнь, короче, проплачешь. И я просто кое-как сдерживаю слезы. Очень волнительно. Очень. Спасибо, что Галина Юрьевна поддерживает дочку. Очень трогательно, волнительно, так очень мимимишно, все равно очень классно. Объявляю вас мужем и женой апллесменты. А когда снимали этот выпуск, что еще маски носить надо было. А, хорошая свадьба, блядь, в масках, боже. Слезы. Даже Катюха не заплакала. А мне там прям истерика такая какая-то. Я так думаю, если мы вдвоем плачем, то ничего страшного. У нас жених с невестой всю свадьбу, грубо говоря, проплакали, и мы вместе с ней. Ну вот и все. Не, миленький, я, блядь, не могу. Я жена. И наш ребенок появится в полноценной счастливой семье. Да, понял. Кстати, если бы он просто родился, ребенок был бы не счастливый, не полноценный и не в семье. Главное бумажка. Бумажка решает все. У меня уже 21-я неделя беременности. И даже вырос небольшой живот. Все это время я чувствовала себя отлично, но последние дни беременность дает о себе знать. Если я часто начинаю ходить или много гуляем мы с Кириллом, вот, то тянет в пояснице. Общадить хочется. Все кислородности хочу, там еще что-то хочу. Солененькая ночью захочется мне. На днях мы с Кириллом пойдем на второй скрининг. И нам должны сказать, кто у нас будет. На УЗЕ я, естественно, хочу услышать от врача своего, что у меня будет мальчик. Потому что с ним не надо так щищукаться, как с девочкой и переживать. Мужика надо воспитать нормального. А то вон сколько развелось. Шелупеньки всякие. Я хочу девочку. С ним... Прикиньте, наоборот, все обычно в 100% выпусков. Девочка девочку хочет, мальчик мальчика тут наоборот. В любом возрасте щищукаться, там, обниматься постоянно с пацаном чего-нибудь. Даже когда я 24, она такая уже, знаете, сексапильная женщина. Хочется немного, что с ней... 14 перерастет, уже все прям с ним пожелче надо. После свадьбы у нас ничего не поменялось. Кирилл в поисках работы, но пока безрезультатно. Зато тусовки с друзьями как по расписанию. Почему меня не зовешь с собой? Так, зачем? В смысле, зачем? Ну ты же ругаться будешь опять. Мы там пить собираемся. Ты не х** постоянно бухать. Нет. Ну чё ты орешь? Если хочешь, собирайся, пойдем со мной. Нет, уже не хочу, спасибо. Хорэ. Возьми меня с собой. Пошли. Уже не хочу. Пойдем. Иди лучше на работу устройся, чем бухать со своими друзьями. Меня бесит, когда пьет Кирилл, потому что у него отключается мозг, разум и все в этом роде. И он не соображает, что он делает. В итоге я согласилась пойти с Кириллом на день рождения его друга, чтобы он в очередной раз не напился. Мы поехали за подарком, и тут Кирилл меня вообще ошарашил. С квартиры, наверное, надо будет съесть. Почему? Денег пока нету. А ей уже оплачивать надо. И что ты предлагаешь? Не знаю, что-нибудь придумаю. Ну, ты собирался съехать. У тебя должен быть какой-то вариант, куда съезжать. Моя мужик твоя не на дом. Нет, нет. Ты так, чуть-чуть? Нет. Ну, едь на улицу тогда. Вариант точно отпадает. Пусть вообще ищет работу и решает что-то. Бля, вообще, знаете, мечтаю вот жениться, чтобы мной какая-нибудь женщина командовала. Вот это вот моя мечта такая, скажу честно. Типа, ты приходишь, говоришь, вот, дорогая, но сегодня как-то вот так не получается. Так, а не-не-не-не-не-не, дорогой, ты должен делать все, чтобы получилось так, как я хочу. Если мы туда переедем, это же не значит, что мы будем сидеть на их шее. У меня все-таки все равно же деньги будут, просто типа, ну, за квартиру не платить. К маме мы точно не переезжаем. Ну, посмотрим. Ладно. Вариант переезда к родителям я даже рассматривать не буду. Я оттуда сбегала не для того, чтобы снова вернуться и слушать нотации отчима. Меня удивляет, что Кирилл этого не понимает. Наша жизнь превратится в ад, потому что отчим мой Игорь. Он любит всеми руководить, командовать. Мы для него будем как рабы. На дне рождения друга Кирилл начал пить и веселиться так, как будто забыл, что мы вот-вот окажемся на улице. Иногда я смотрю на него и понимаю, что... Да, он решил поэтому и напиться, и повеселиться, потому что знает, что окажется на улице, как в последний раз, скажем так. Общение готов к взрослой жизни. У него нет понятия ответственности. Сейчас я нахожусь в раздумьях. А надо ли это было вообще все? Не поторопили ли мы ход событий? В 16 норм. Могли бы даже и раньше, честно говоря. Ну, Павел, может, домой пойдем? Почему? Блин, сидим, общаемся, что-то. Не надо пришли, ты че? И че? Я домой уже хочу. А смысл? Мы приходили на 10 минут, я там че? Я говорю, какой домой? Я даже 0,5 не выпил. Посидеть, да нормально. Че ты вот начинаешь? Хватит, уже долго посидели, пошли домой. Хорош. Я посиделить, нормально отдохнуть. Я не хочу с этим созданием общаться. Ты ***. Мое терпение окончательно лопнуло. Отпусти. В коем-то веке выбрался, блин, посидеть, и она сразу вот такие приколюхи вытворять. Но я не понял вообще с ее стороны, че произошло, и зачем, и для чего, и как, и почему. Я тебе не шучу, пошли домой. Давай умыться-то хотя бы. Куда домой? Убывайся и пошли домой. Я тебя уже... Ну, девчонка вообще неуравновешенная, правда. То есть... Я не могу это комментировать. Я вот правда не понимаю, че у нее в голове происходит. Что я сказал? Домой пойдем сейчас. Мне без раз, что ты говоришь? Я пришел с друзьями посидеть. И че? Ну, типа, он тебя взял с собой даже. Зачем? Чтобы пять минут пози... Ну, он все правильно говорит? Ты меня пивом при них обливаешься в вашу голову, не думаешь. Весь липкий теперь. Домой пошли. Самуэль? Все, иди, я тебе скажу. Я это все терпеть не стала. Я собралась и ушла оттуда. Какой ужас. Ну, ушла, пусть и идет, короче. Я че, я с пацанами посижу нормально, без стресса, без всего кайфану дальше. Утром я проснулась и не стала даже говорить с Кириллом. Да и он рано ушел из дома, договорился встретиться с тетей Леной. Что случилось? Да я это выпивал там с друзьями, мы что-то сидели. Она, короче, что-то психанула. Пришел трезвый, она вот так на тебя накинулась, что ли? Ну, ты какую-то фигню мне сейчас говоришь. Она беременная, вообще нерозная, бешеная стала. Ну, а ты как хотел, я же предупреждала. Ну, не знаю, все равно, мне кажется, она неправильно еще при друзьях, при всех начала сроваться. Это эмоции, я так думаю, все остальные все поняли, кроме тебя, по-моему. Один ты злишься. Я так считаю, что тебе все-таки надо пойти, с цветами, с конфетами покланяться. Я считаю, что тетя Лена на ее стороне, наверное, потому что она тоже девочка. Против Лены не попрешь, наверное, придется извиниться все-таки. Кирилл позвонил и пригласил меня в кафе. Извиниться хотел. Че злиться-то вечно друг на друга? Зачем себя так вести? Зачем ты себя так ведешь? Ну, не знаю, знаешь же, как на меня синька реагирует. И сколько это будет еще продолжаться? Нисколько. Типа, чувак хотел пойти встретиться с друзьями. Ему не разрешают. Чувак берет с собой девушку. Она говорит, через пять минут пошли домой, потом выливает на него пиво. Супер. Не буду я больше пить. Ты так каждый раз говоришь. Ну, не каждый раз. Че-то сразу начнешь. Каждый. Нет, я серьезно не буду пить. Я прям принял решение. На работу устроюсь. Хорошо. Я Кириллу верю. Очень надеюсь, что он осознал свои ошибки. Понял, что я чувствую. Такая она вообще самая крутая тут. Вообще. В такие моменты. Но в то же время я все равно буду насторожен. Вот. И насчет переезда. Я думаю, пока к родителям будем съехать ненадолго. Нет. Ну, ты же знаешь, как я к этому отношусь. Ну, я пока просто не потянулся. Как работать нормально будет. Съедем от родителей. Ну, сейчас кроватку вот это все, на это чтобы отложилось. Он надолго за тебя гибнется. Да я думаю, нет. Там месяц, первые два, чтобы тебе полегче было. Блин, Заян, ты же знаешь, какие у меня отношения с отчимом. Я с ним поговорю там, чтобы он тебя не гнал. Да так он тебя и послушает. А куда он денется-то? Ну, я тебе правда говорю ненадолго, так что сильно не расстраивайся. Вот. Люблю тебя очень сильно. И тебя тоже. Как бы я не хотела переезжать к родителям, но во благо наших отношений с Кириллом... Реально, знаете, слушаешь все, что она говорит, чувак просто такой на цыпочках бегает. А это у нас командирша такая супер самоуверенная. Чтобы мы не ссорились. Я решила согласиться с ним. И я надеюсь, что Кирилл серьезно говорит то, что мы там ненадолго. И что он найдет работу. Теперь надо спросить, не против ли мама. Кстати, она ушла с работы на... И мама такая, не, не пущу тебя домой. ...брезной дороги и снова устроилась в поликлинику медсестрой. Чтобы принимать у меня роды. Привет, как ты там? Да ничего, сейчас перерыв чай пью сижу. Тут вопрос к тебе есть. Давай, колись. Мы можем с Кириллом к тебе переехать? А что случилось? Да особо ничего, просто скоро ребенок родится. И трудности пока с финансами. Я с радостью согласилась сразу. Я говорю, конечно, вместо всем хватит, приезжайте. Ну я после родов я тоже никуда не пычу, потому что с маленьким ребенком надо помогать. Мама сразу рассказала отчиму о нашем переезде. Я нормально тренировал. То есть не по-тирански, скажем так. Не было загона. Ах, там на мою территорию придут какие-то там. Я буду там. Ну прошли, значит так надо. Я, честно говоря, не верю вообще, что этот мужик мог что-то плохое делать. Типа пока что он самый суперадекватный здесь. Почти всю ночь я не могла уснуть. Думала о том, как же я не хочу переезжать к родителям. Но утром проснулась в хорошем настроении. Ведь сегодня мы идем с Кириллом на второй... Ведь я беременная, вспомнила. Клининг и узнаем, кто у нас будет. Мальчик или девочка? Ведь мы идем на клининг и узнаем, что у нас будет. Швабра или веник? Узнаем немного далее. Развивается, соответственно, с руку. Ручки на месте, ножки на месте. Сердечко бьется. Все хорошо. Ну головы почему-то нету. Я не вижу, наверное, укатилась. А сами вы кого ждете? Мальчика. Мальчика. Не договорились? Нет. Ну у вас, похоже, девочка. Я вас поздравляю. Я вас поздравляю и спасибо за поздрав... Я выиграю. Ну что поделать. Придется побольше усилий к воспитанию прилагать, чем к мальчику. У меня просто боится, что ее дочь может стать тоже такой, знаете, женщиной на гриле, как ее сестра. То, что, блин, он как резко будет. Не даю бога, блин. Убью, блин, сразу. Короче, ништяк. Все вообще прям классно. То, что я хотел услышать. Короче, ништяк. Все вообще, бля, классно. Услышал. У нас девочка. Пока еще даже, наверное, не понял. Меня прям кружит от радости. После УЗИ мы с Кириллом заехали домой, собрали вещи и переехали к родителям. Мусорный шок, бля. Зайдя сюда, я сразу поняла. Долго я тут не выдержу. Я тебе сто раз говорила, что мне не очень комфортно с родителями. А что я поделаю? Сейчас время такое. Я же тебе говорю, чуть-чуть потерпеть трудно тебе, что ли? Работать нужно и деньги зарабатывать, чтобы такого не было. Че ли вы зарабатываете? А сейчас мама нас начнет пилить. Тебе комфортно будет? Прямым текстом и сказала, ищи работу лучше. Придется найти. До этого, кстати, думал, без работы как-то обойдется. Но теперь точно придется ее искать. Разбирай сумки. Ну сам ты что, не можешь разобрать? Разбери, у меня дела. Я работаю искать, все. Как всегда. Но на самом деле, Кирилл снова смотался к друзьям. Еее, шашлык, блин, как захотелось. Как дела у тебя дома? Да пойдет. Как с Катей? Вот кроме вот этого, все нормально, кроме этого. Мозга пилит с этой беременностью, уже свихнулась. Как у тебя с алкоголем? Подвязываешь? Подвязал уже. Ну вот сейчас с тобой только выпью, и то она мне мозги сейчас по любому дому пропилит. С работой определился? Вот, кстати, насчет работы она мне пилит. Вот так меня. То, что, типа, вот, что, опять не работаешь, что, опять это. А я же это временно, сейчас я тоже куда-нибудь устроюсь. Мне позвонила подруга Даша и рассказала, что Кирилл с Вовкой, как всегда, напились. В таком состоянии он приходить домой к моим родителям побоялся и пошел к тете Лене. А там уже случайным образом камера установленная. Здрасте. А че это с нами такое случилось? Да ничего. А че они такие довольные? Можно у вас остаться, пожалуйста? Аккуратно. Господи. Честно, я в шоке. Просто. Нормально ты вообще себя чувствуешь? Вы живете где? Там. Там и так ситуация какая? Хорошая. Работать мы не работаем, зато пить мы пьем. Так что и получается? У тебя жена... Получается так. Временная, просто. Выпил чуть-чуть, я с друзьями. И че, я от этого плохой человек, что ли, стал? Ты вообще, ты так некрасивая, должно быть вообще стыдно. Ремешком бы поговорить вообще хорошо было бы. Может быть, так проняло бы. Давай спи, ложись сейчас. Завтра встанешь, пойдешь извинишься, во-первых. Как можно так пивом нажраться, я не понимаю. Во-вторых, прекращай бухать и ищи работу себе. Чем-нибудь другим я понимаю, а вот пивом. А ведь всего пару дней назад Кирилл уверял меня в кафе, что бросит пить. А теперь даже ночевать не приходит. Я вообще не понимаю, мне нельзя сейчас нервничать. У меня вопрос, а сколько он пьет реально? Типа раз в месяц? Раз в неделю? Он меня доводит. Ну это вообще адекватный человек, нет? Ну, короче, все-таки опять пришлось мне извиняться. Вечно извиняющийся Кирилл. О, вот это вот легендарное извинение на асфальте. Супер. Есть мысль одна. Такая, нарисовать мелками ей что-нибудь милое на асфальте. Как в детстве, чтобы она поностальгировала, наверное. Можешь на секундочку в окно выглянуть? Нет, не могу. Почему не можешь? Когда такая ситуация была в последний раз, он мне клялся, что такого больше не будет. Давай просто выгляни и все. Ладно, давай сейчас. Че, тебе нравится? Ну нравится. Ну нравится, блин, ну не знаю. Ну типа прикольно, блин. Вообще ты классненький, если честно. Ну. Давай что ли это? Прыгай. Помиримся, че? Обещаю, что ты больше делать не будешь. Ну конечно, я обещаю. Постоянно бухает. Обещаю, что не будешь. Не буду. В итоге мы помилились. Я не могу долго обижаться на Кирилла. Без него мне грустно. А кроме того, у нас скоро будет малыш. Тем более, что он пообещал в скором времени найти работу. Назвать его Тимур. Бля, я не знаю, как ты сказал. Вообще, время, все, просто забуду. Как я и предполагала, жизнь с родителями будет невыносимой. Отчим каждый день ко мне цепляется. На двоих готовим, блин. На всех будем готовить. Я на двоих уже готовлю. Правильно, мы голодать будем. У вас есть сиропки, вы можете сами приготовить. Да, это прикол какой-то, реально. Они живут и не можешь на всех сделать что-то за бред. Правильно? У нас и ноги есть, мы можем уйти вообще отсюда. Ну вам не нужны, наверное, уже все. Игорь абсолютно ко всему цепляется, указывает. Любит, короче, всем руководить, всем приказывать. Че, как по поводу работы-то? Нормально. Правильно. Работать не будем. Почему не будем? Будем. Попозже. Нормально мужчина, нужно зарабатывать, обеспечивать. Не будет же мы жить все на нашу с мамой зарплату. И че ты от этого разговора хочешь? Ничего. Чтоб ты дальше не работал. Ну, мужик вообще все правильно говорит, типа, я не понимаю. Оскар, вместе будем. Я вообще не понял с его стороны вот этот вот, типа, че. Так а ты работу начнешь искать? Ну, правда, типа, пора бы уже, может быть. Ты, конечно, прикольный, хороший мальчик, но пора бы найти работу. Ты там не работаешь. Я не понимаю, типа, че, зачем он в чужой кошелек лезет, смотри, сколько он... У тебя нет денег, ну, нечего смотреть просто. Там и че. Говорит, что мы за его счет живем, кушаем. Ну, мы же тоже покупаем. Если он не замечает, я же не виноват в этом. Ты же тебе говорила, что так и будет? То, что он от нас, блин, не отстанет вообще никак. Че у тебя там вообще с работой? Ну, я вот на собеседование сходил. Тротварную плитку ложить. Сказали, вроде это... Вроде можешь. Руки есть, берем. Через пару дней позвонят, чтобы я выходил на работу уже, поэтому не переживай, сейчас еще чуть-чуть прям буквально и съедем. Но Кириллу позвонили не через пару дней, а уже сегодня. Пригласили на дополнительное собеседование. Интересно, какое там собеседование? Типа, посмотреть не алкаш ли? Я надеюсь, что все получится. Его возьмут... Кого, блядь, не возьмут на работу класть плитку тротуарную? На работу, и наше совместное проживание с отчимом закончится, так как он не перестает меня доставать. Все, в телефоне сидите. Сидим. Надо учиться, Бу. Просто бот за скриптом, что в телефоне там, а учиться когда? Образование получать. Ну, получу, если надо будет. Вот ты серьезно думаешь, что я тебя буду сейчас сидеть и слушать? Что ты вообще лезешь в мою жизнь? А кто будет лезть? Ну, явно уж не ты. А ты не понимаешь, что я ушла-то от вас? И что? Чтоб тебя не видеть и не слышать, наконец-то. Молодец. А для меня-то вообще пустое место. Вот видишь, Галина, мы нашли общий язык, наконец-то. Бля, батя вообще на юморе двигается, мол, красавчик. Шлись хоть на пустом месте. Как случилось, к нам прибежали. А теперь не разговаривать не хочется, не видите и все остальное. Давай их отправим опять на квартиру. Пускай там развлекаются. Так я не к тебе пришла, я не в твой дом. А к кому-то пришел. Он как бы не может там вот разговаривать спокойно, там убеждать. Он немножко подавляет. Так вот и никак иначе. А Катя это бесит. И я как бы вот между двух огней. Не может хватить ругаться. Ну, пускай он прекратит уже лезть ко мне в мою жизнь. Я вообще не ругаюсь. У Катюши еще такой характер. Она может не промолчать, может упереться, не уступить. Она иногда мне, честно говоря, подбешивает своим характером. На мужчину тем более, конечно. Но когда Кирилл пришел домой, настроение у меня улучшилось. Он сказал, что его берут на работу. Работа, конечно, на самом деле просто идеальная. Минус спина за недели-две где-то будет у него. Правда, не плитку класть, а грузчиком. Но зарплату обещают хорошую. 25 тысяч рублей. Если добавить его пенсию, то этих денег нам хватит, чтобы снять квартиру и переехать. Блин, ну какие-то там не очень высокие цены. Что-то Волгоград, да, по-моему? Сейчас я целыми днями сижу дома одна. Кирилл на работе и приходит поздно вечером. Но я все равно рада, ведь он зарабатывает деньги для нас. Правда, первую зарплату получит только через месяц. А пока мы продолжаем слушать нотации Игоря. Здрасте. Чего у нас? О, какая я, смотрите, собачка послушная. Сразу хозяина видит. Чувствует. Села, слушает. Полочка специальная. Вам уже говорили, говорили несколько раз. Прикольно, котик и собачка живут как-то, ну, норм. Взять надо аккуратно, поставить. Мне там неудобно их ставить. Ну, чтобы удобно было не только тебе, а другим людям тоже, в том числе. Он пришел, где вот он снял и пошел. То есть он просто вот на дороге лежат. Какой тупой выпуск, блядь. Просто я зря не вот закончили, знаете, вот эту сюжетную линию с сестрой-проституткой. Мне она очень понравилась, правда. Она просто так приставала к челу и потом уехала, типа, в Москву уже заниматься более серьезными делами, все. И мама такая, а, ну ладно, дочь-проститутка норм. Галёня, пойдем, скажешь свое слово товарищам молодым. Ну и что, ты тоже не разуваешься всегда, когда надо. Пускай пручи. Разуются там, где надо. Успокойся. Пускай пручи. Что ты их задолбал, блин? Родители еще долго спорили. Мама защищала нас с Кириллом и просила отчима не цепляться. Жесть. Ты стал уже докапываться, а когда уже отстанет? Ничего, скоро съедим. Сам ничего не делает, б***ь, это за всеми следит. Я надеюсь, что мы в ближайшее время съедем от родителей, потому что так уже продолжаться не может. Слушай, Игорь, я уже устала. Давай разведемся, все. От всего вот этого, от всяких ваших руганий и так далее. Ну давайте как-нибудь, ну, помиритесь, ну поговори с Катей, ну, я не знаю, как-то. Ну наладьте отношения, нам жить вместе. Я как между двух дней, между тобой и между ней. Мне тоже это не нравится. Ну как-то люди, ну, они должны. Ну как-то люди слушают обычно, что я говорю, я не понимаю, почему меня не слушают. Понимаете, что какие-то должны быть. Ну люди должны понимать, вот понимаешь, вот именно вот кто-то должен, а ты не должен. Что мне нужно понять, расскажи. Ну, сгладить вот это вот все отношения, вот эти все терки как бы. Нужно идти у них на поводу. Разбросали обувь, надо аплодировать. Какие вы молодцы, давайте вместе будем бросать. Я не понимаю, зачем вообще на это внимание. Ну что, куда они разбросали? Они же зашли в дом с ним, блядь, вообще, это такой бред. Просто, блядь, какие-то пацанские цитаты от Игоря. Пошли, ладно. И там Игорь такой, привет. Носки постирала? Кому будешь готовить? Этого своему парню или мне тоже? В данный момент мое состояние очень сильно изменилось. Я стала даже у тебя ленивая. Начали болеть кости таза. Замучила меня сильно ижога. В целом я просто хочу лежать. Ижога, Наталья Ивановна. И кушать. О, лежат. Отдыхает. И валяется. Катюха, ну что ты с целыми днями? Лежишь, сидишь. Тебе надо двигаться больше. Раньше вообще женщину мыли полы без швабр. Двигались, чтобы кости таза расходились. Поняли, девчонки, что быстро пошли сегодня и пол помыли дома. Раком встали и тряпкой пошли. Кости таза будут расходиться лучше. Постепенно было легче рожать. Мужики почему так не могут? У них разойдется жопа по швам. Это противопоказание просто от природы. Да, немножечко. Ей же вот естественно. Мужики предназначены для того, чтобы они лежали на диване, там что-нибудь смотрели, там в дотку играли, пивко попивали. Вот для этого мужик существует. Не мешает, это все тяжело. Мужик существует, чтобы им любоваться, понимаете? Вы работать должны. За время беременности я набрала уже 20 килограммов. И хотя чувствую себя неуклюжим пингвином, согласилась помочь маме с уборкой и сходить в магазин. Катерина! Почему не старым шагом ходим по улице, а? Привет. Привет. Ты откуда идешь-то? С магазина. Смотрю, слабо горбишься. Смотри, правильно вот так вот надо горбиться. Шею чуть вот вперед, голову пониже и горбишься ходишь. Да вот, за продуктами пошла. Сейчас что-нибудь готовить буду. Хорошо. Может быть, найдем вообще язык как-то вот надо все-таки. Не хочешь пососаться, а общий язык, наверное? Отрегулировать отношения. Мы вот с мамой поговорили. Может быть, вы тоже там как-то поговорите между собой и будем находить компромиссы. Ну, там, с обувью и так далее, все эти моменты. Я не против, можно. Я очень удивилась, что мой упрямый отчим первым сделал шаг к примирению. Может, нам действительно удастся мирно существовать рядом, пока мы живем в одной квартире, и Кирилл пропадает сутками на работе. Да, телефон именно так и звонит, и таким образом он и поднимается. Алло. Алло. Я соскучилась. Я хотела спросить, а ты когда домой-то приедешь? Не знаю, как объект сдадим. Я уже не могу, давай приезжай. Давай уже домой, Зая, я уже не могу. Чего не можешь, потерпись немного. Сама на работу гнала, а тут уже не можем. Я очень скучаю, поэтому, когда Кирилл приходит, стараюсь проводить с ним все время. Давай я вылазь уже там поскорей. Такой большой ужас стал. Да вообще ужас. Арбуз такой лежит тут. Все, ближе к роду, прям все. И, короче, мы вообще перестали почти ссориться. То есть, Катюха говорила, что ты типа можешь присутствовать на родах. Я такой, о, ништяк, я хочу. Правда? Да, серьезно. Ну, блин, я не знаю, мало ли там что. Не туда посмотришь или еще что-то. Да все нормально будет. Не переживай. Теперь я точно не боюсь рожать. Ведь со мной будет Кирилл. Кстати, нашу дочку мы решили назвать... Семен. Дей. Мы взяли на бумажках, написали, короче, и вытянули. Все, Лидия. Ну, Лидия и Кирилл, она звучит хорошо прям. Давно я такого имени не слышал. Ставь лайк, если Лидия. Та эйфория просто, ты... Ну, блин, тебе эмоции переполняют. Ты такая счастливая становишься. Вот, я просто хотел прижать вот этот комочек грудьи и не отпускать ее никуда. Короче, Лидия Кирилловна, как вы поняли, родилась. Я, как человек, который любит смотреть на роды, скажу честно, некоторые пропуски сделал в этом видео. Ну, такая маленькая, если у нее такой кнопик торчит, нос, я такой сразу, Катюхин нос. Глаза такие бездонное море голубые, короче. Ну, наверное, у всех младенцев так. Родилась Лидочка с родимым пятном на щеке. Но врачи сразу же сказали, что страшного в этом ничего нет. Мы сразу отправили фотографию нашей дочери маме. Она... Миленькая, миленькая. ...поздравила. В больнице я пролежу три дня, а после меня выпишут домой. Сегодня мы с Лидой едем домой. Выписки у нас не было, так как из-за коронавируса... Так как нас и не вписывали. ...ных ограничений в больнице они запрещены. Но зато в подарок от Роддома сделали фотосессию нашей дочери. У меня... Ничего себе, прикольно. Такое облегчение, спокойствие все. Внучка здоровенькая родилась, все, прям все замечательно, все хорошо. Сегодня Лидочке уже месяц. С обязанностями родителей мы справляемся. Мне кажется, канал Ю должен снять вот эти вот все выпуски, там через пять лет, через десять, чтобы посмотреть, как там люди живут, интересно. Я думаю, увольняться с этой работы. И ехать потом туда, сейчас вот как экзамен закончил. А график какой? Ну, месяц на месяц там. Блин, это плохо. Почему? Как я буду месяц целый без тебя? Ну, зато потом целый месяц со мной, ты представляешь? Да мало. Ну, вот самая вещь сказала, мало. Зато работа хорошая. Я ее прослушал. Мало то, что ты месяц будешь со мной. Ну, так... Короче, у чувака какая-то работа, куда надо уезжать на месяц? Получается, и мало, что месяц без тебя. Че, там по зарплате нормально? Ну, там первые три месяца, пока я учусь, 79 вроде обещают. И потом, короче, после трех месяцев от ста с чем-то там и вышел. Так, а вот это я хотела услышать, едь хоть на год. Можно. Ну, нормально. Ну, потом, короче, че, можно будет вообще назад съехать, где жили, попробовать? Не, давай лучше на другую квартиру. На другую? Да. Да, там еще, значит, машину надо будет решать. Машину покупать. Решим. Пчела, денег нету, но он уже все распределил. Кирилл с рождением ребенка повзрослел. Осознал, что несет ответственность не только за меня, но еще и за малышку. Кирилл не пьет. И мы слушаемся друг друга во всем. На удивление, пару дней назад с рождением дочери меня поздравила моя сестра Лиза. Сказала, что мама переслала ей фото Лидочки. В глубине души я Лизу, скорее всего, люблю, да. Но так, то... Она шлюха. Не люблю. Я сейчас сказала или что-то сделала, там, ну, не считая помощи какой-то, то я ничего не могу с собой сделать пока. Я уверена, что с Кириллом мы вместе навсегда. У нас много планов. Мы хотим взять в ипотеку квартиру, когда Лидочки исполни... Ой, боже мой, ребята, короче, че хочу сказать, выпуск мог быть самым интересным, если бы докрутили историю с дочкой, с сестрой-проституткой. Понимаете? Это был бы шик, чтобы пришли, значит, стрепушник, там сестра крутится, скандалы, интриги, расследования. Во время свадьбы он говорит, нет, убегает с сестрой. Могли бы под строй, ну, чтобы вообще-то разрыв был, понимаете? В итоге у нас просто чел прикольный, девчонка какая-то, достаточно неуравновешенная в целом, адекватная. Все, хорошо. Ну, как-то так вышло, ну, да ладно, ну... Вот такой вот выпуск. В целом была заявка на что-то более интересное, более высокое, более кринжовое, но ставлю этому выпуску, ну, наверное, мы видели получше точно, ну, типа, 5,5-6 из 10. Такая история, ребята, подписывайтесь на канал, а я пойду поднимать целину. Вот так. Завод у меня есть. Шпалодельный, я уже не помню, какой у меня там был. Ладно, все. Генератор бреда закончился. С вами был, как всегда, я, приятный Ильдар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Люблю вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok